всем привет это проект альфа меня зовут николай фельдман и мы сегодня будем в этом эфире говорить с мариной грибановой добрый день марина добрый день про продолжение темы связанной с птср военными и наркополитикой скажем так это в общем марина интереснейший человек которая во-первых много лекций как бы есть связанных с профилактикой наркотиков с лекциями для школьников что такое наркотики правда про наркотики поскольку у нас есть эфир с мариной шинкарева уже два таких эфира было касательно использования мдм и психоделиков в частности относительно птср и военных которые ветеранов которые получили птср то есть вот инициатива иная поговорить о том насколько это может быть вредно какие риски несет и марина представляет получается единственный реабилитационный центр который не лечит но реабилитирует наркозависимых без таблеток гипноза грибов религии наручников и ям как иногда бывает написала она мне в сообщении я сначала хочу спросить что это за наркоцентрами или там реабилитационные центры которые в ямы людей сажают и лечат отвечать да нет у нас была как-то борьба с наркоцентрами которые были я не знаю какие они связаны религиозные религиозные но там просто привязывали наручники кровати сажали за какие-то провины в какие-то в ямы там или еще что такое ну то есть вот такие полками не били палками не били не слышала может где-то и били вот но это связано с какими-то жестокими жестоким обращением с людьми которые принимают наркотики ну и как бы этим способом мы их перевоспитаем ну это как бы треш но пост это но вы знаете такое написать чтобы прямо мы без ужасов вот что хочется сначала спросить давайте для начала про легалайз я так понимаю вы против легализации каких-либо наркотиков или нет или или не против я сейчас объясню свою позицию смотрите у нас сейчас стоит вопрос о легализации медицинской конопли правда марихуаны это не марихуана для рекреационных целей но я об этом выступала в другой передаче раньше на к рт ну там была интересная дискуссия кстати говоря с ратушный там присутствовал я просто увидела передачу с ратушным думаю фамилию где-то слышала думаю о я же была вот и сама идея заключается их там несколько таких позиций идея заключается в том что в любой стране в которой сейчас уже легализовано все что только можно в смысле рекреационных употреблений рекреационные это для отдыха чтобы люди понимали странное слово вот начиналось все с того что шла легализация медицинской конопли и нюанс заключается в том что обезболивать какие-то вещи у людей есть масса лекарств которые обезболивают но о них никто не спорит на референдум не выставляет то есть просто лекарь морфий может быть все что угодно и я например уверена что морфий значительно хуже чем медицинская конопля ну однозначно это понятно что это хуже да то те же раковые больные но об этом никто не обсуждает у людей не спрашивают а можно ли мы будем колоть морфий или нет то есть об этом нет никаких обсуждений но что касается легализации медицинской конопли идут обсуждения такое явление как окно овертона я думаю вы в отличие от тех журналистов которые были на к рт у меня на передаче знаете ну то есть начинается с того что как бы каннибализм это ужасно и я не знаю честно ряд журналистов которые были на карте но я понимаю что они сказали а что это вот ну то есть начинается с чего-то что неприемлемо потом делается более приемлемым более приемлемым потом вот и сами длительные обсуждения обсуждения идут больше 20 лет легализации конопли это все время на слугу конопля конокляпан конопля марихуана канабис и все это идет идет потом марши потом за свободу и так далее то есть под маркой лекарства которое ну наверняка принесет облегчение раковым больным потому что есть мы не можем отказаться от обезболивающих но не можем то есть если у человека сильная травма ему нужно колоть обезболивающие иначе он просто получит шок правильно и на фоне того что вот нужно кому-то помогать и боже мой люди страдают им люди страдают и люди страдают и на фоне раскручивания стандарт страданий все время идет слово конопля большинство населения в общем то различий особых не делает и это крутится и крутится и крутится и крутится и крутится и сначала легализуется медицинская потом говорят ну давайте сделаем рекреационных целях а потом недавно недавнее сообщение я не знаю но в принципе есть в интернете не проверяла не присутствовала в амстердаме но сейчас у них предложение легализации кокаина наверное вы слышали так ну то есть давайте теперь кокаин легализуем я честно не слышал потому что я не особо интересуюсь легализации кокаина я я всегда приводил такую как бы параметры я за легализацию всего почему потому что во первых это позволит декриминализировать этих людей которые так или иначе то ли с целью удовольствия то ли с целью каких-то еще эффектов которые им считаются необходимыми ими же самими значит как бы если им это надо они сами пусть несут за это ответственность своей жизни если они послушают вашу лекцию например для детей и выстроить себе иную систему координат какую-то в жизни то им точно не понадобятся как бы никакие вещества вторая штука как бы вот я никогда никаких синтетических наркотиков не употреблял и мне сложно представить ситуацию при которой как бы при полном легализе я бы вдруг захотел вот такая как бы история я вас поняла да что касается марихуаны конечно же да как бы я не вижу в этом большой проблемы с рекреационной целью в том числе да более того я знаю что достаточно действительно много много-много военнослужащих я не военнослужащий но много военнослужащих используют марихуану в том числе что-то легко доступное и быстро и эффективное быстродействующее средство для того чтобы перезагрузиться в религиозной доктрине раста это говорится перевернуть страницу я за то чтобы переворачивать страницу не так-то часто должна быть определенная культура и я это сравниваю где-то с каким-то скажем священными ритуалами если есть в ямайке такой на перу там айаваску употребляют я слышала у вас тоже была подводка марина шинкарева то же самое вы говорите то есть как бы вы вы знаете мою позицию вот она такая вот поэтому я не вижу как бы определенных проблем в том чтобы легализовать всю марихуану хорошо я вас услышала медицинскую тем более и более того как радушный тарас тут рассказал то на самом деле все что у нас типа легализовали это не легализация да это я тоже поняла поэтому не убрали из списка номер один да что-то там кого-то обманули снова в очередной раз ну да и кому это выгодно мы дальше смотрим интересы передел земли там или еще я не знаю да но дальше в аптеках травы не появилась и собственно говоря все как покупали как покупают теперь я вам аргументы в этом отношении смотрите если ну во первых большинство людей не понимает в чем опасность конопли вообще не понимает то есть они вообще не знают они думают что это абсолютно безвредная штука которая ну начал принимать и потом бросил принимать ну такое на самом деле это хуже чем водка реально то есть там это смешно все ну вот окей многим ну то есть я это объясняю на лекции которые вы не дослушали потому что я по глупости своей не выслала вам ее раньше а там есть часть где наркотики они накапливаются в жировой ткани и там дальше как влияние на разум идет то есть там определенное влияние на разум определено как действует именно наркотики кстати алкоголь тоже так действует на наркотики именно наркотики действуют самым жестким образом именно на часть разума если надо я объясню позже. То есть первый тезис это значительно хуже, чем алкоголь, это правда. Но выглядит это значительно мягче. Знаете, это как это мой друг говорил, лечить дьявола выгонять с помощью беса. Ну, такое. Вот. И если легализовывать наркотики, это то, что вы сказали. Нужно, чтобы всем была доступна профилактика. Знаете, информированное согласие. То есть люди должны узнать, как это действует, а потом решать, хотят ли они что-нибудь сделать со своим разумом и получить физическую зависимость в том, что это накопилось в организме, и это потом влияет на разум постоянно. Недавно, вот буквально два дня назад мне позвонила женщина, она говорит, а можно к вам на программу прийти? Ну, мне только побыстрее. Времени нет, потому что она волонтерит. Совершенно социальный человек. Не знаю ее возраста, но она говорит, я уже много лет курю, канаплю, и я понимаю, что все. Ну, то есть я мыслю медленнее, я соображаю медленнее, у меня там проблемы, сям проблемы, и бросить я не могу. Потому что каждый человек говорит, я могу, но не сейчас. Ну, я могу курить, могу не курить. Ну, если есть, я курю. Если нет, я не курю. Ну, желательно бы покурить. То есть вопрос зависимости людьми вообще, ну, как бы они мало понимают, что такое зависимость. И если действительно легализовывать это все дело, да, чтобы декриминализовать, потому что сажать людей за пять грамм, ну, это безумие. Ну, это безумие. А и за десять, наверное, тоже. Ну, и за... ну, не важно. То есть сажать за это, это ну, вообще не... чтобы что, как говорит Арестович. Ну, посадили человека, ладно, и что? Мне кажется, что если бы разрешить нашим бабушкам выращивать коноплю, то я думаю, им бы пенсия была бы не нужна всем. Бабушки в свое время продавали трамадолы. Им некоторым похрен, что продавать, лишь бы поревали пенсию. А тут можно вырастить, смотрите. Ну, вот. И получать... Вот. Вот это вопрос, что можно. То есть государство... Смотрите, какая интересная получается такая зацепка. То есть это нельзя, потому что это плохо, это опасно, это наркотик. Ты дилер, ты преступник. Теперь дилером строится государство. И оно говорит, а мне можно. И теперь государство становится дилером. Но теперь у нас встает доход государства. То есть сама по себе этическая проблема заключается в том, что там ты преступник, потому что ты один собака себе в карман кладешь, а тут государство. А разница-то в чем? Этот дилер, теперь этот дилер. Просто деньги идут в государство. И они пойдут на реабилитацию наркоманов теперь. Ну, это так уже преувеличенная шутка. То есть, в принципе, это перекладываются деньги из кармана преступников, которые считались преступниками, в карман государства, но теперь это не считается преступным. И поскольку люди знают, чем я занимаюсь, и в принципе давно, то есть если брать Facebook, это вот у меня, как у Алексея Арестовича, это у меня, знаете, как духовный брат. Я когда читаю все его истории, думаю, мне точно так же. То есть в один момент я проснула знаменитой, показали по какому-то несчастному УТ-1, извините, я все уважаю, но как бы охват еще тот, в 12 часов ночи мою лекцию. И на следующий день я проснулась знаменитой, мне звонил Гройсман, мне звонил еще кто-то, еще что-то. Ну, вот так вот. И после этого люди стали закачивать. Я ничего не понимала в YouTube, у меня не было Facebook, но уже все поперекачали себе. И в результате вот, ну, буквально за последние 4 года на Facebook это 20 миллионов просмотров. А что такое? Лекция в 40 минут, которую человек современный смотрит, да? И там куча перепостов. Я даже не знаю, сколько этого распространилось. То есть есть возможность объяснить так, чтобы это было понятно. А это я уже на свое сажусь, любимая. Так, чтобы это было понятно, оно не должно быть, это страшно, мы тебя запрещаем, это нельзя, и мы тебя посадим. И в конце лекции я обычно говорю, у вас есть выбор. Вы можете идти, после этого можете идти и принимать. Ну, и как бы детям очень смешно становится. А прикол в том, что когда у меня появилась, когда на Facebook она распространилась, мне начали писать люди. И люди разные. Значит, есть много очень людей пишут. Мы посмотрели там лет 20 назад, я когда это читаю, думаю, господи, я как Гурченко. Вы знаете, это... Я еще в детстве воспитывалась на ваших фильмах, типа того. Вот, 20 лет назад посмотрела, и я вот нашла, и теперь я детям показываю. Я даже не курю, думаю, нифига себе, как сработало. Ну, я как бы на это даже не работаю. То есть, масса людей просто не принимают, посмотрев эту лекцию, поняв, в том числе, что такое конопля. И они просто не принимают. То есть, идея заключается, знаете, в чем? Ну, ты можешь быть счастлив в жизни, ну, если ты это счастье создаешь. Ну, ты должен поднять задницу и что-то создать, чтобы быть счастливым. Ну, преодоление известных барьеров на пути к известной цели есть в счастье, вот в момент преодоления. А так тебе ничего не надо преодолевать, ты закинулся, и тебе хорошо. То есть, в тот момент ты просто, как бы говоришь, я не способен ничего создавать. Что-то химическое у меня создало. И ты уже не причина своей жизни, а следствие чего-то. И когда этот человек понимает это, он говорит, да нет, я буду лучше создавать сам. Теперь второе. Последнее время, это было вот во время ковида, именно мне писали, писали из Канады. Писали, как бы, переселенцы наши. Вот сейчас мне женщина буквально, я написала, что я еду на эфир, и женщина из Канады мне начала просто какие-то простыни, я даже все не прочитала про то, что в Канаде это то, 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 то. И она вот тоже писала. Значит, в каком-то году запретили медицинскую коноплю, и был запрет. Ну, вот этот список один там и так далее. Потом, в каком-то году, я уже не помню в каком, разрешили медицинскую коноплю. Через 17 лет пошла конопля рекреационных целей. Говорит, вы даже не представляете. То есть, ты садишься в автобус, водитель, ну, как бы, явно пахнет этим самым марихуаной. Вот, явно. И у тебя едет водитель под коноплей. Другая... Ты хочешь, они вызовут полицию? Это же нельзя. Употреблять же нельзя за рулем. Или можно? Разве там можно? Вы знаете, у них это разрешено. Это нормально. Да нет, ну, это я не верю в то, что... Я хорошо, окей, я узнаю, давайте так... Нет, это мне пишет человек, который наблюдает, может быть, оно нельзя за рулем, но... Ну, как у нас алкоголь, правильно? Да, ну, так а что, алкоголь можно за рулем? Алкоголь нельзя. Ну, это же не видно, как бы, но, как бы... Ну, если у нее есть подозрение, пусть сообщит. Учителя на уроках... Тоже курят? Да, первая женщина, которая мне написала, я была... Ну, она говорит, вы знаете, я частный преподаватель, и я помогаю детям русскоязычным, ну, как бы, в учебе, частным порядком, причем состоятельным людям. И вот у меня девочка одна, вторая, они курят обычные сигареты, и их хейтят дети в школе, потому что обычные сигареты, это фу, ну, это вредно, а вот конопля не вредна. И говорят, учителя под коноплю и детям, а ты иногда идешь, вообще не знаешь, где ты находишься вокруг. И если сравнивать районы, где этого много, и районы, где этого мало, ну, это просто неадекватность. Ну, смотрите, там же даже в среде, как бы, легалайз, людей, которые за легалайз, марихуаны, там же есть такое понятие 4-20, 16-20, типа, которое говорит о том, что это вот время, когда можно начать курить, то есть в день, то есть если это с утра, там, в обед и так далее. Замечательная студия есть, мультипликационная, 4-20. Это ж, я уверен, что она именно поэтому... Именно поэтому я и узнала, что означает 4-20. Да, поэтому, ну, это такой вообще известный символ, что, типа, ну, нужно, как бы, начать не раньше 16-20 и закончить не позже, чем 4-20 утра. Ну, они прям дисциплинированные люди до предела. Потому что это предмет культуры, понимаете, то есть у него есть смысл, как бы, и этот смысл заключается в том, что не надо быть постоянно в этой истории. Мне интересно узнать, какой процент потребителей конопли в Украине... Придерживаются этого? Нет, вот именно это ощущают как предмет культуры. Я боюсь, что они просто курят и все. Так, смотрите, именно же для этого существует этот день, когда 20 апреля, там, все проводят парады. Потому что это, если это не делать предметом какой-то идеологии, даже вот относительно простого момента, связанного с употреблением ганады. А как раньше у нас, допустим, пили только по праздникам? Это же было. Ну, было в моем детстве. Взрослые пили только по праздникам. По крайней мере, у меня на глазах. Ну, мои взрослые тоже чуть-чуть выпивали только по праздникам. У меня интеллигентные родители. Смотрите, так это был предмет культуры, правильно? Послушайте, у меня у второго мужа отец практически спился. Ну, как бы это другая совершенно культура. Это другой социальный слой. И да, только по праздникам огромные эти вот. И вот это вот все. Напиться. И пил не только по праздникам, потому что на заводе работал это каждый выходной. И не только выходной. Ну, то есть это неконтролируемо потом становится. Правильно. Ну, если нету предметов... Ну, про культурное питье я тоже читала. Слушайте, я изучила сильно. Я честно, я не морализатор в этих вопросах. Профессор Углов, который, в принципе, был против того, что даже кефир пить тут, я посомневаюсь. Ну, потому что там есть алкоголь какое-то количество. Кто против? Профессор Углов. Это давно. Он против алкоголя. И он говорит, что детей приучают к алкоголю буквально с детства, потому что в кефире есть какой-то процент алкоголя. Ну, это занадто. Ну, занадто, понимаете? Ну, смешно. Ну, даже должен быть какое-то разумное что-то, да? Но мы всегда смотрим, когда это входит в культуру. То есть в моем детстве, естественно, наркотиков не было. Слава богу, я закончила институт, когда этого еще не было. Это 82-й год. Потому что я бы точно там была. Я родился. Да, 100% я бы была в этой категории. 100% вообще. Даже нету никаких сомнений. Потому что везде же нос сунуть, везде интересно. И как только это появляется в виде анекдотов в КВНах в 95-м квартале, понятно, что это уже везде. Потому что это предмет культуры. К сожалению. А последствия, в принципе, они известны. Я читала все, я знаю, кто мне в комментариях, если пишут, я знаю, о, этот товарищ Травакур, там всегда одинаково. То есть, а, вы говорите, что начинают с Конопли, заканчивают героином, ха-ха-ха. Это значит, если пиво, то потом, значит, водка и так далее. Вы с этим сравниваете. Ну, то есть там абсолютно одинаковые аргументы. Раньше переводили Голландию, в примеры, у меня есть шутка такая, что вот как бы у нас это запрещено, а Голландия просвещенная страна, поэтому человек такой себе виртуальный круг чертит 2 метра и говорит, заходи сюда, здесь Голландия, здесь хорошо, покупай, теперь иди в свою Украину, принимай там плохо. Ну, как бы в Голландии все правильно. Ну, вот, а тут мы не нарушаем закон. Ну, как-то люди оправдывают. То есть люди, которые это употребляют, они всегда оправдывают свое употребление. Это обычный механизм разума. Если ты делаешь что-то, что не очень, ну, ты всегда найдешь оправдание, особенно если у тебя, ну, так неплохой интеллект и подкованность. А найти в интернете за и против, о, мамма миа, я почитала на досуге МДМА и все остальное, эти за, эти против, а в результате-то как бы, а что правильно, ну, мы не знаем, мы исследуем. Так, взрываем тогда всем, дальше, смотрите, как бы мы сознательно начали... О, господи, нет, я не хотела. Все напишут уже к этой минуте в комментариях все гадости, которые думают про нас всех. Но дальше, как бы, серьезная же тема у нас. Потому что до этого это, я считаю, так, мы разгонялись, соприкасались с позициями. Итак, МДМА, психоделики, заявленное время лечения 5 часов, сессиями, которые заменяют 10 лет психотерапии. Ваше мнение. Мое мнение, сейчас смотрите. Сейчас вот я задам вопрос важный. Сколько времени нужно потратить без наркотиков, без психоделиков, без каких-либо химических воздействий на человека, чтобы ПТСР его ликвидировали? Я поняла. Это самое, как говорится, тонкое место, потому что, а что вы предлагаете, называется. Поэтому я не хотела остановиться на этот тонкий лед, потому что ПТСР это ПТСР, а наркомания это наркомания, это немножко разные вещи. Да, 100% разные. Поэтому, ну, как бы, есть методы, которые значительно проще и не рискованные. Но у нас есть сейчас, я хочу сказать, что у нас этот реабилитационный центр «Нарканон», который находится под Киевом, он у нас несколько подгорел, и год я собираю деньги, точно так же собирают на дроны, я собираю для того, чтобы отстроить. Третий этаж уже построили, но это очень медленно идет. То есть я одна на Фейсбуке собираю денежки туда. Вот, и, ну, на данный момент есть возможность там принять два человека буквально, которые будут жить за домом. Ну, короче, не важно. Главное, что внизу сауна сохранилась. То есть первый шаг программы – это программа детоксикации. И это не та детоксикация, от которой я просто умираю со смеху, которая написана «трамодоловая детоксикация». Мне каждый раз вот это вот, понимаете, ну, каждый раз я думаю, боже. Слово «детоксикация», проясните, это вывод всех ядов. Мы трамодолом делаем детоксикацию. Люди, вы о чем? Ну, как бы, вообще. Так вот, там детоксикация, которая выводит все яды вплоть до радиации. Ну, абсолютно все. То есть я проходила эту программу, у меня дети ее проходили. Это показано любому человеку, потому что мы тут все дышим, принимаем лекарства и все такое прочее. И после этого там, ну, как бы, просто я не расскажу это на эфире, но ядовитые вещества, которые у нас поступают, они связаны еще с разумом и с картинками, которые в разуме содержатся. И когда ты проходишь программу детоксикации, они, как бы, отделяются друг от друга. И недавно к нам поступил военный. У нас был военный в прошлом году. Ну, он пришел в апатии в полной и с импотенцией, там, со всеми делами. Он прошел просто вот эту программу детоксикации месяц. Это в сауне проводится. И он восстановился, в принципе, цели восстановил, там, все, ну, как бы, нормально. По тону поднялся, ну, вы посмотрели шкалу тонув, там, в принципе, поднялся по тону. Но это не так интересно, как вот этот чувак, который прошел вот эту программу. Я прочитаю, значит, приехал в нарконос зоны боевых действий. Приехал с двумя проблемами. Первая – амфетаминовая замесимость, вторая – последствия войны. Ну, то, что есть наркотики на фронте, мы не будем скрывать. Они есть, потому что, ну, людям как-то надо справляться с запредельными стрессами. Это абсолютно понятно. Это не оправдывало, я просто это, ну, как бы, констатирую, да. Значит, отпустили с передовой на маленький срок. За это время добился больших успехов. Значит, благодаря программе очищения организма, которая имеет название «Доксикация новой жизни», у меня вышли все токсины. Чему я удивился на программе? Теперь слушайте внимательно. Так это открытие, что пороховые газы, которыми я надышался за эти полтора года войны, оказывали колоссальное влияние на мою психику. Оказывается, те кошмарные воспоминания о пережитом на войне, картинки боев, обстрелов, которые каждый вечер перед сном наваливались на меня и сводили с ума, не давая заснуть, можно убрать за время работы над детоксикацией. Оказалось, что мои эмоции, мои воспоминания напрямую связаны с токсинами, которые были в моем теле. Наркотики, пороховые газы, лекарства и так далее. На программе я перестал думать о войне, ушли навязчивые воспоминания, начал спать там на фронте. Я не видел для себя будущего, теперь у меня появился план на жизнь после войны. Это похоже на то, что рассказывают. Что касается амфетамина, то я хорошо прочувствовала его выход, были яркие ощущения амфетаминового опьянения. Это наркотик покидал тело. Через какое-то время изменилось отношение к употреблению, сама мысль о наркомании стала мне противна. «Казалось бы, я чистил тело, а получил результаты, несравнимые с моими ожиданиями». Программа работает фантастически, ну и так далее. То есть, если вывести, по крайней мере, яды из организма, а то, что предлагают употреблять, это и есть, собственно, яды, то у человека восстанавливается нормально. То есть, на самом деле, это странно звучит. Это необычно для людей, потому что люди даже не знают, что эти состояния могут быть вызваны таким. А люди там, боже мой, там обезболивающие есть? Есть. Наркотики, понятно, что не все, этот влип как раз в то подразделение, где там было. Есть подразделения, где этого нету, мы же знаем, что от командира зависит. Пороховые газы, я думаю, что это все дышат пороховыми газами, если не на войне. И вот эта штука, она связана с теми переживаниями, которые он получает, сцеплена. И если человеком выходит яд из организма, то это расцепляется, его это перестает мучить. То есть, например, вот так вот, как вариант. Теперь я еще хотела, что-то хотела сказать, вылетела у меня эта мысль, надо было зацепить, уже улетела. Так, ну давайте тогда сразу уточню про детоксикацию. Что она из себя представляет физически и сколько времени длится? Длится она индивидуально у всех по-разному. Ну это до момента, когда выведутся яды, там есть этот момент, он видимый. Как это проводится? Если я расскажу, сейчас все побегут делать сами, куда-то в сауну или еще что-то такое, но это так не работает. То есть, как бы обучить специалиста на эту программу, там несколько штук баксов стоит, чтобы он там сидел, наблюдал. То есть, идея заключается в том, что это вторая маленькая часть моей лекции, как наркотики влияют на разум. Нет, накопление наркотиков в жирах, ну причина зависимости. Дело в том, что все наркотики, абсолютно все, они накапливаются в жировой ткани. И как дети мне на лекции иногда маленькие говорят, а если вырежет жир или если похудеет? Но дело в том, что у нас жировая ткань – это спиной мозг, головной мозг. Кстати говоря, даже в Википедии написано, что МДМА накапливается в головной мозге. То есть, они накапливаются в головном мозге, в жировой ткани. И при каких-то стрессовых ситуациях, которых в жизни не может не быть, это рестимулируется. То есть, это то, что описывают. Может включиться через неделю, через год этот ПТСР, через еще какое-то время. То есть, вот это вот все рестимулируется и выдается реакция какая-то. Если, что происходит на программе детоксикации? Человек сидит в сауне, там сауна не такая, что ты там жарко умираешь, да? Ну, там ты потеешь все время, чтобы ты потел. Вместе с потом выходят эти вещества. И идет замена достаточным количеством витаминов, микроэлементов, а масла там разные. То есть, есть какая-то конфигурация? Да, есть конфигурация, вы правильно сказали. То есть, есть зависимость от того, сколько он сидит. И есть такой витамин, который называется ниоцин, его не принимают, потому что считается, что... Ну, кто-то считает так, кто-то считает сяк, потому что в научном мире я даже туда заходить не хочу, как бы вот эти все споры. Меня интересует при любой программе, меня интересует только одно – результат. Все, больше ничего. Максимальный результат при минимальном количестве вреда. И когда человек принимает неоцин в определенных количествах, оно повышается все время. У него это проявляется... Выход каких-то ядов проявляется конкретно просто покраснениями. Значит, я вам скажу, то, что наблюдают женщины, как наблюдала я, когда проходила эту программу. Выходит загар в виде конфигурации купальника того или иного вида в тот или иной период времени, когда ты там перезагорал на пляже. То есть выходит, у тебя краснеют то руки краснеют, то еще что краснеет, то еще что краснеет. И вот в тот момент, когда ты принимаешь неоцин, у тебя уже вообще нет никаких покраснений, это объективное для человека, который наблюдает, показатель того, что, скорее всего, уже все вышло. Но там есть еще субъективный фактор, когда человек понимает, что... Да, самое интересное, что когда выходит яд, он понимает, что выходит, потому что вместе с этим у него... Ой, я микрофон трогаю. Вместе с этим у него еще и воспоминания об этом идут. То есть вот какое-то проявление... Ну, ладно, скажу о себе, Господи, Боже мой, в эфире говорить, не говорить. Ну, ладно, алкоголь, например. Ты сидишь, и ты немножко такой... В таком пьяноватом состоянии, да? Или тебя тошнит. Или, например, ты отравился, у тебя выходит этот яд, тебе тошнит, да? Если это проходит... Я проходила эту программу, что интересно. У меня просто тогда не было денег. А мне в обмен за лекции предоставили ее на программе Нарканон в Казахстане. Вот. И со мной сидел парень, который... У него и конопля была, и героин там, и все. И интересно, что когда выходит конопля вот на программе, то это проявляется красной бабочкой вокруг носа. Ну, то есть, когда человек курит, вот те же самые проявления, только в меньшей степени. То есть, у него выходит этот яд, и идут проявления. Идут трипы какие-то, и так далее, и так далее. В том числе, вот у нас недавно был парень, грибы, все вот эти трипы выходили, то есть, грибы, конкретно вот эти яды выходили. А когда они выходят, эти яды, то есть, в этот момент человек ощущается от ядов, и разрывается это с вот этими картинками, которые тревожат. Человеку становится легче. Это очень, ну как, поверхностно так, взагали. Ну, не советую никому идти в сауну и все это делать. Если принимали наркотики, накроют, ну как бы, ну его нафиг. Кто его знает, что будет. Под присмотром специалиста это все проводится. Ну, хотя бы это. Потом есть часть программы, когда, ну, специальные упражнения, которыми человека возвращают как бы в настоящее время. Потому что любой человек, который находится в горе, вот эти травматические воспоминания, там, и все такое прочее, это же заметно, что он находится в прошлом. Как там описывалось, это где-то что-то щелкнуло, а человек идет роет окоп. Ну, то есть, он в этот момент там. Он в прошлом. То есть, есть методики, которые просто вытягивают человека из прошлого и делают это без. С вот этим всем, что описывается, это потрясающе. То есть, человек идет в воспоминания, которые раньше, 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 без наркотиков. Он находит это и избавляется от них. То есть, и это есть. Как? не думаю что мы сейчас это в крови но нужно писали что без гипноза как я просто не смотрите вот это вот на программе наркан он не делается это отдельно это программа наркан он этот наркоманы туда приходит то есть к нам пришел человек у которого и амфетамин и вот это то есть ночью без наркотиков это что и конкретно центр наркан он занимается только вот это вот это вот это потом человек проходит какие-то курсы это касается только наркозависимых очередные курсы которые там есть но я их тоже проходила там преодоление подъемов и спадов то есть понять кто тебя подавляет кто нет почему что такое подавляющее личность такое социальное антисоциальное ты все это разделяешь видишь по признакам понимаешь вот туда не ходи там снег башка попадешь совсем мертвым будешь а вот это очень хороший я буду с ним дружить это полезно вот и все то есть у людей вот это перекошено все у наркоманов конкретных которые не балуются там хотя в принципе к нам и те которые на на траке попадают но там перекошено именно этический этический момент потом есть курс который называется целостность и честность то есть достоинство и целостность личности то есть человек как бы разбирается что правильно что неправильно и я когда слушаю хомяка я просто балдею потому что там вот именно вот у нас этические моменты то есть восстанавливается этика человека и я думаю что правильно и все ну то есть есть специальные такие как бы упражнения которые чек смотрит там что он делал неправильно правильно это выписывает ну то есть с осознанием так то есть идея знаете общая идея то есть человек возвращает себе изначальные свои способности его не какие-то там сверха свои человеческие качество он себе возвращает это и все вот хорошо что не лечит соединение с тем что рассказывает марина шинкарева в чем проблема будет провести 5 часовую сессию до на здоровье в чем проблема будет провести 5 часовую сессию психоделиков а потом детоксикацию делать хорошо а зачем можно просто если это 5 часов как бы и все проблемы решены я просто ну как бы я смотрите я не знаком я понимаю но я далек от мысли что по все объясняется шкалой тонов не общее представление жизни это просто представление тексте общих представления жизни но все-таки хаббард это же как бы считается достаточно такая контроверсионная история верю не душу верю я читала я читала но понимаете это я всегда спрашиваю а сами чё читали хаббарда ничего и тут я вспоминаю чисто советское сам пастернака я не читал но считаю его врагом народа это вот из этой серии нет ну смотрите мы же там не читаем мы не будем сейчас вдаваться в философию я имею ввиду но есть здесь только близках тому что рассказывает хомяк что вы даже не представляете нет мы можно можно так любые как бы вещи подвести под эту базу а смысл я просто что допустим есть церковь сайентологии есть церковь свидетели иеговы мы же не будем изучать всерьез там церковь мы не будем это абсолютно разные вещи то есть если брать сделать различия какие-то ну как бы развести да то есть ну так получилось если мы зашли об этом разговор то хаббард начинал изучение разума он с этого начинал то есть он ну как человек который там получил травмы на войне там и исследовал людей которые лежали в военном госпитале как им помочь в частности и вот с этим вопросом делал некоторые интересные вещи например там описывается что там бы какая-то петличка для медиков была которой не было а у них бы он срывал эту петличку и шел в медицинскую библиотеку чтобы его туда допустили там изучал в общем короче он работал с этими ребятами которые и там как бы вот этот метод он и создал в начальном этом самом приближении но потом обнаружилось какие-то вещи которые связаны скажем так что человек в общем то не кусок мяса это духовное существо ну и как бы дальше мы уже входим в вопрос философии что как бы и живет не одну жизнь но это мы дальше уже туда это нам сейчас вообще не нужно то есть есть развитие вот это с другой стороны он разработал там административную технологию то есть как каждая ну не знаю бизнес начиная там от семьи как ячейки общества заканчивая государством каким образом работать так чтобы у тебя все время прирастало они ты падал все время не знал что делать то есть это кстати этические вещи этические состояния там целой формулы это вот относится конкретно к светским каким-то программам или технологию обучения он разработал то есть это вообще потрясающая вещь то есть в принципе там три препятствия в обучении которые как оказалось имеют физический показатель любой человек который сейчас слушает сталкивался с тем что ты читаешь и потом ты вот так читаешь потом ты так читаешь потом ты ложишься на парту и потом ты практически засыпаешь оказывается что вот это показатель того что чеку не хватает ну термин такой массы то есть если мне рассказывают про трактора я никогда не видела трактора то у меня постепенно вот это будет меня вот так вот сгибать а если тебе покажут трактор и ты потрогаешь его ты придешь себя и разогнешься то есть это я на себе испытывала неоднократно потом дальше непонятые слова чем грешит алексей арестович то есть это ляпнул какое-то слово вот это вот за умная и после этого у человека возникает просто а что это было и он там замирает просто на этом месте и дальше он уже просто не слушает у него пустота то есть прояснять слова чтобы это было понятно ну и понятно всем это пропущенный градиент когда человек вот это не доучил тут не доучила учит там а тут пропущено ну то есть это простые вещи но самое интересное что у них у каждого есть физические проявления вот и я уже не помню к чему это я куда это я по технологии смотрите технологии обучения лишь не религия правильно ну то есть это светская вещь проясняя слова по поэтому по словарю то же самое нарканон это светская программа которая нет никаких религиозных того сего просто те программа очищения сидишь в сауне правильно потом какие-то не знаю я часто нет это я просто объясняю как есть то есть сауна правильно ну где там религия я же не знаю какая там сауна может там что-то на стенках я не в курсе я сауна любую снимать смотрите яка я как этот я объясняю что есть вне сторон я стараюсь не соглашаться с тем что что я не знаю вы идеальны в этом отношении к вам очень хотела прийти это просто сауна в которой человек просто сидит просто кушает капусту мяско и просто принимает витамины и это все прям сауне нет вышел покушал в бассейн окунуться когда жарко все я тоже люблю да то есть делаю ничего то есть это не к религии это не имеет отношения и вот есть какие-то вещи вплоть до того что он разработал улучшенную печку к сауне ну как бы я обычно это говорю ну знаете есть аборт да то есть если если я пользуюсь улучшением печки к сам не знаю что я занимаюсь религией то есть у него очень много разных ну вот так вот мы не берем вот эту вот религию мы вообще не берем религиозный аспект мы берем вот конкретные практические вещи пошел сделал сделал это сделать практически чисто практически мы недавно проводили ряд семинаров я даже не ожидала что столько людей будет но я просто мы это обозначили как профилактика птср профилактика и просто вот собираем психологи были просто обычные люди и ну как бы люди были удивлены что это я как раз кстати марина шинкарева большое спасибо ну как бы психотерапия это долго я полностью согласна то есть каждый человек который там был и который подвергался психотерапии он говорит боже я год работаю над этой проблемой а тут два часа и все ну то есть это долго это реально долго и ты не знаешь чем ты выведешь ну чем закончится дальше если брать психиатрию с лекарствами это ад то есть это усугубление проблем это ад то есть понимаете я вот сейчас данный момент я же второй год тащу человека с лекарств то есть это даже не берут в нарканон туда только наркотик лучше героин чем психиатрия с чем психотропы это просто ад в этой секундочке согласна в этой секундочке я скажу что уже есть после я не рекламирую героин вырежут скажут грибанова сказала лучший героин короче что информирую что после инфира шинкарева есть обратная связь от разных людей и у нас будет целая серия очевидно эфиров с психотерапевтами психиатрами которые за как бы мдм и в том числе психоделическую вот эту вот даже не удивлена ну это все будет интересно я я просто хочу чтобы мы эту тему исследовали максимально плот полностью потому что со всех точек зрения почему марина здесь вы правы потому что у марины и серьезные лекции и у марины есть свое свой взгляд что нужно лечить без вообще без ничего без никаких там химии без каких-либо препаратов на потому что ну любая наркологическая программа это подтвердят наркологи она дает не больше трех процентов реабилитированных причем это ремиссия и пять лет и они счастливы а программа наркона дает 70 процентов и навсегда но как бы я беру только по результату меня и меня вообще не волнует философии религии ничего меня интересует есть результат нет результат я занималась тем 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 у меня психологическое образование педагогическое образование это потом и йога лотос хорошо что не дошла до холотропного дыхания по грофу но это шинкарева знает наверняка вот короче я не знаю я ради единственного шоя не не влезла это в наркотики слава я размещу однозначно ссылки на лекции которые там много тысяч просмотров набрали не надо много тысяч много миллионов что что я видел в ютубе фейсбуке может быть там наверняка больше ну короче то есть разместим обязательно в описании под этим эфиром посмотрите там в принципе интересно я как бы я начал смотреть я просмотрел достаточно много но что я я себя ловил на каких-то мыслях но в целом я отдал себе отчет что в целом сказать для детей такой вид повествования скорее полезный потому что стендап ну наверно весело а как у ты приходишь как знаете как приходишь школу и видишь красную скатерть и графин кого графин вот раньше я приходила красная скатерть графин а я без халата понимаете ты должен быть врать в халате графин и ты пришел и сказал так дети они такие семечки и потом и все так она и работает она не работает понимаете а самое интересное не в этом самое интересное в том что я вам сейчас скажу сама история профилактики я когда обучилась этим лекциям в москве кстати говоря в стане врага но это было давно в 97 год и я когда увидела их я думаю боже я учитель в школе я 45 минут дети сидят только боль все и я бросила все отказалась от школьной работы и погнала читать лекции лет пять бесплатно 4 короче это была история очень интересно вот но вот сколько это я была 97 в 2004 году но там уже начались конечно наезды почему начались наезды мне потом объяснили в харькове я сейчас в харькове до сих корпус персона нограта да и это такое интересное там вот был нарколог линский анда сейчас я тут запишу чтобы не забыть это действительно не запишешь не не вспомнишь нарколог линский который тоже говорил вот это какая-то странная какая-то непонятный этот нарканон там то все это не работает короче и лекция и все наезжал но я не сдаюсь обычно и я к нему запросила я знала что он силен в статистике ну то есть он реально честно исследует статистику и я к нему заехала гривы знаете правильно неправильно давайте посмотрим на цифры то есть когда я прихожу в кабинеты к чиновникам и говорю вот у меня лекция ну тогда еще приходила не горит так зачем нам ваша лекция у нас есть профилактика я задавала один вопрос а скажите после вашей ну как бы профилактики снижается наркомания или нет как она может снижаться ну вот вы подумайте то есть а для чего вы делаете профилактику вообще то есть какой показатель профилактики его становится меньше правильно и у меня вот такой вопрос возник стало ли его меньше потому что глазами ты видишь дети пишут там эти отзывы сегодня хотел попробовать теперь никогда не попробую ты сидишь голодный читаешь в этом троллейбусе эти отзывы рыдаешь думаешь боже не зря день прошел это моя зарплата и я к нему обратилась за статистикой и он мне выслал такую громадную простыню там цифры 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 97 года алкоголь наркотики там все я их свела в график и ему график вы выслала а график получился такой во всех областях особенно донецкая луганская крым и киев наркомания вот так а в харькове вот так единственная область которой начала снижаться наркомании через четыре года после того как я начала лекции а лекции я вам била им скажу одна школа один день то есть я прихожу в школу читаю лекции дети 6 7 класс 8 9 10 11 один день одна школа то есть начиная 6 класс да и моя задача была скорость и как можно больше охватить территорию чтобы больше детей это услышали и там начала снижаться наркомания конкретно и потом он где-то в американцы снимали про меня этот самый фильм и он там прямо я наглости набралась говорю вы же помните там эту табличку а можете дать интервью и он в этом интервью совершенно честно сказал если бы в каждой области была был лектор который бы читал такие лекции мне бы как наркологу было бы нечего делать то есть это в принципе подтвержденная профилактика единственная подтвержденная программа профилактики которая работает ну и сейчас у меня определенная боль я вам это описал боль у меня я об этом писала ну как бы я думаю на русском языке и как бы я не буду говорить что я уже старая не могу обучиться украина я прекрасно понимаю я люблю украинский язык но я на нем не думаю а вы видите очки эмоциональный а когда ты начинаешь эмоционально о чем-то рассказывать ты переходишь на язык на котором думаешь и все и у меня получается что я осталась без работы и мне вот женщина это давайте мы так хотим что вы приехали попробуйте я вам высылала и она мне пишет боже какие дебилы эта лекция спасает детям жизни они говорят она на украине так кемшу важно украинский язык или чтоб жизни спасли ну то есть у меня проблема сейчас но у меня есть для вас рецепт если вы не думаете на на украинском языке думаете на украинском языке если как этот козьма прудков если вы хотите быть счастливым будьте да если вы грустите то не грустите да ну я обучила девочку на украинском языке она сама обучилась шикарная девочка сейчас ездит читает и я ей завидую супер смотрите рада на привет расскажите мне пожалуйста а вот министерство образования вот после вот этих всех результатов есть какие-то историю это просто страшное дело то есть конечно же когда ты начинаешь делать то есть если просто посадить как есть секунду в каком году вы начали читать 97 давайте дальше когда ты начинаешь это делать первое что возникает ухты ну как будет тех кто слушает а с другой стороны сидят чиновники которые впринципе должны этим заниматься но как бы вы знаете что как бы не очень они эффективны не знают как скажу не знают как но им надо выдавать цифры и начинается и тут моя ошибка как бы я могла прийти к ним сказать ребята вот у меня такое есть давайте я буду как бы от вас а вы себе статистику запишите мне она не надо там все но я просто как наивный розовый пони пошла людям нести счастья вот это ну и как бы получила по мозгам когда получила по мозгам я вам скажу значит три года я работала бесплатно но как бы дистрофия двое детей на морковке как-то не способствует выживанию я оформилась как частный предприниматель или просто стала брать по пять гривен пять и с этого момента начались некоторые наезды только через пять лет я сообразила что мне нужно было заносить я поняла что система работает так что ты должен давать откаты я очень удивилась откаты я не давала ни разу но это неважно то есть начались наезды поэтому 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 как непонятно про что естественно хаббарда вспомнили ну не это было это не вообще горели уберите фамилию хаббард и читайте либо сушки мы же в европу идем но как бы я же не могу авторство себе присвоить ну как бы это автор открытия называю его я же не рассказываю автор этого вот это дальше вызывает меня через это было девяносто седьмой в двухтысячном году три года вызывает меня один дружественный чиновник который единственный рискнул написать что это хорошо единственный который пришел посмотреть на лекцию они просто сказать я прочитал в интернете я говорю он меня вызвал горит в кафе какое-то дальний горит и забудьте мою фамилию никогда не говорите что то я вам сказал мариночка вместо я вас умоляю вас двое маленьких деток это небезопасно понимаете ну как бы вы хотите чтобы ваши детки остались живы хочу бросьте это дело займитесь вашей работой говорю в чем дело наркомания снизилась ну понимаете кому надо тот знает благодаря кому я поняла ну короче им сказал хорошо я поняла мы посмотрим что с этим можно сделать но затем в харькове практически ничего невозможно было сделать после того что я читала все школы 90 процентов школ по два раза 50 процентов школ и где-то 30 процентов школ по три раза я читала но я поняла что дальше уже чать не могу потому что просто по звонку я приходила к чиновникам и говорила напишите мне что неправильно запрещено но они же понимают что как бы я на дуру не похожа я с этим запрещено пойду к юристу и мне скажут на основании чего поэтому запрещено мне не писали а по звонку меня не пускали что я на это сделала я посмотрела сказала страна большая и уехала в киев послушайте меня приглашала жена президента назарбаева я читала лекции в этом в казахстане я обучила там 200 социальных педагогов к казахстане как читать лекции в казахстане понимаете в казахстане наверняка есть вопрос связанный с употреблением травы безусловно но это было давно это 2005 год и он я уверен и там стоял дальше у меня было что я делала я это чистая технология связи с общественностью ты берешь отзывы детей идешь с этими отзывами к директору директор был на лекции пишет что лекция хорошая если он видел то есть я просила людей которые там присутствовали написать что они думают все дальше ты сталкиваешься с какими-то неприятностями ты смотришь откуда неприятности понятно какие люди с этим связаны а ясно ну хорошо будем запишем видео это было старое еще видео кассета и с этой кассеты ты идешь к профессору посмотрите пожалуйста ну чтобы он не таскал свое тело на лекцию зачем ты показал это же удобно да посмотрите напишите об этом окей и пошли отзывы от профессоров ты набираешь отзывы от профессоров идешь в облано показываешь из облано ты показываешь туда туда и в конце концов когда ты уже на каком-то телевидении тебе звонят из министерства образования ведь мариночка ну вроде как бы полегчало приходите дадим вам гриф потом по телевидению что-то плохое прошло ой нет не едьте потом хорошее ой едьте все ты приезжал кстати говоря вы вспомнили не владимировну я по-моему вашей программе была юля владимировна которая там против этого или нет до дима покажи эту фоточку я фоточку до форсов ужасная ну как бы я на ее месте сернар командов вот это или владимировна сидит сидит на скамеечке скамеечки яка бабушка да да вот я как бы но июля владимировна это тот человек который собственно мне помог свое время это был 2005 год вот вот она пожалуйста стрите есть она боже я бы на ее месте очень расстроилась она так следит я ее как бы она так следит чтобы быть ну как бы ладно короче сидел и ну ситуация была такая 2005 год майдан едут на майдане как обычно все дела януковича не выбирают я понимаю что ну как бы как только приходил к власти янукович меня щемили как-то угла приходили друг ну короче у меня с этим не дружба как только ющенко победил я тут же написала письмо юль владимир тимашенко и письмо было приблизительно общего содержания такого мы тут на майдане от янукович мы тут лекции делаем а янукович понятие собака запрещает и вот как бы за что боролись ну типа того и все и после этого видимо это письмо было направлено в министерство из министерств пришло письма какие-то мы поддерживаем там то все я пошла я получил один раз гриф министерства образования второй раз гриф министерства образования и даже при грифе в харьковскую область меня не пускают читать лекции я ходила к замминистру и спрашивала что означает эта бумажка мне объяснили это гриф я говорю можете ну как бы попроще это красная дорожка вы приходите вам красную дорожку я поняла красной дорожки не видать вот ну вот как бы такое очень тире тернистый путь ворусме сейчас образования поддержала министерство образования поддержала 38 рецензий от кандидатов наук до академиков рецензия института психологии костюка от директора института психологии то есть это постоянная работа постоянная ты все время какие то но я уже не занимаюсь этими рецензиями давно потому что когда ты получаешь популярность такого типа тебе просто звонят и говорят приедьте у меня недавно вот например есть такой замечательный город горышнеплавный знаете бывший корсомольский это же очень близко к моему городу так я в Криванчуце родился и там Попов был который был мэром Киева который был не мэром Киева он был руководителем киевской городской администрации назначенной тем самым Януковичем тем самым клятым и там есть женщина которая занимается защитой прав детей но это как бы в горосполкоме ну чиновник девять лет мы сотрудничаем с этим городом в этом году она мне звонит Маринчка а вы до нас приедете с лекциями я говорю куда у меня русский и российская мова да мне начхать приезжайте мы вам организуем все вот там вот подвальное примещение какое-то у ДК 250 детей посадим все приезжайте я всем распоряджение дала и говорю а что вам говорят а что они скажут я им сказала все ответственность на меня а мне начхать мне главное чтобы дети выжили и все я поехала прочитала лекцию точно так же я съездила в Днепропетровск там какая-то общественная организация в замечательном помещении который называется минора наверное вы знаете это здание вот я там в большом зале тоже провела шикарную лекцию все все дети говорят о так мы вас тик токи видели думаю ну надо же я этот тик ток терпеть не могу ну ладно туда меня разместили хорошо права была жиночка которая горела вам тик тока я обижалась или какой тик ток я эти кто пришел там лекция полтора часа куда же и заткнуть тик ток умная людина разрезала уже нажилась на меню так вы не ответили мне на один вопрос мне кажется он ключевой все-таки что помешает и в чем проблема с тем чтобы пройти пятичасовую там психоделическую сессию а потом сделать детоксикацию по методу который вы говорите относительно сауны тогда а вот понимаете очень логичный вопрос ну так ответ какой ну то есть мы сначала внесем туда а потом вынесем оттуда так он уж держится на этом все их эти вот это же сцепка я не понимаю посмотрите чек туда запустил яд то есть по определению этой штуки нет в организме она яд ну то есть она вредная он туда запустил это сцепилась с тем что ему наболтали в принципе это называется наркосинтез который еще в 50-х годах делали то есть принципе это наркотик плюс ля-ля какой-то ну наговор вот эти все что все что таким образом туда попадает это как гипнотическое воздействие то есть чек под чужими командами практически живет это я вам просто объясню как она ну очень очень приблизительно работает ты ему это убираешь расцепил и но и она пропадает ну так а зачем это делать потому что он сауну пройдет а смысл зачем туда засовывать это чтобы потом это высунуть ну хорошо а есть примеры когда вот например вы сказали да военнослужащий конкретно вот он да эти 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 конкретно случае они задокументированы то есть есть этот военнослужащий которого я не думаю что он придет рассказывать не важно как бы может быть это задокументировано там другой способ какой-то не он конечно там как-то значится естественно он поступил он есть там есть папка которая каждый день описывает результаты все это не да вот с ними с этими результатами эту программу делал не никто не знаком ну так смотрите тут же вопрос если вы говорится о том что есть конкретные методы которые говорят тут она самая главная затыка потому что дальше то же самое что у марины шинкарёвой ты идешь по этим жутким кабинетом и тебе там то не так это не так и ты 30 лет добиваешься того чтобы тебе дали гриф за это время ты умрешь ну то есть я могу начать новый цикл но я бы еще не доживу но чисто по возрасту я не смогу наверняка есть помощники есть но как бы тут есть ты образован в чем-то то образован сейчас что и водка в связи с этим хотелось что за таком эти а да вот эту вот программу детоксикации когда рон хаббард разрабатывал он разрабатывал ее на знаете на чем это как этот газ назывался оранж во вьетнаме распыляли апокалипсис оранж и короче люди от этого в общем то были не очень хорошем состоянии вот этот оранж он очень сильно влиял на психику и он именно вот с работал с военными вот с этого начиналось не с наркоманами именно с военными он выводил вот эти пытался понять как помочь этим людям и на них именно была выведена идеальная вот это вот программа как выводить эти яды более того вот этот вот 911 рухнувший этот небоскреб там пострадало огромное количество пожарных опять же вот эти газы вот эта пыль там и все такое прочее и они все были они все проходили эту программу детоксикации вот там есть очень много отзывов и всего это в принципе есть задокументировано у них там у нас это очень послушайте у нас какой маленький ну вот два человека о чем это же надо собирать когда я поперла к тому же линдскому с со статистикой посмотрите статистику наркомании я прочитала лекцию для ну около 100 тысяч детей 100 тысяч понимаете то есть это должна быть статистика если тут исследует ну мы провели программу на пяти военных предположим да с мдм а чем угодно да их пять человек всего а что это будет в будущем а через пять лет а вот через 10 лет что с ними будет вы знаете такую историю этот как-то все не забываю я тут себе заметила чтобы что название лекарств для меня это тяжело я не болею лекарств не употребляю уже лет в тридцать никаких значит называется эта штуковина талидомит знаете историю нет нет талидомит седатин наносит форма лекарственное средство которое с 56 по 62 год прописывали как успокоительное беременным женщинам в разных странах европы в результате чего около 12 тысяч родилось детей с уродствами без ножки без ручки без пальчиков там и так далее 12 тысяч и ну это стало широко известным очень трудно доказуемым но это доказали и вот теперь смотрите талидомитовая трагедия заставила многие страны пересмотреть существующую практику сертификации лекарственных средств ужесточив требования к сертифицируемым препаратам вот он был запрещен но потом опять что-то там опять его начали куда-то прописывать то есть мы не знаем длительный эффект длительный эффект то есть если брать например наркологическое лечение в наркоклиниках то я уже говорила пять лет ремиссии это счастье а так они возвращаются я вам больше скажу у меня был очень интересное общение с наркологом не скажу в каком городе просто чтобы его не признали не узнали хотя в принципе неплохо бы было это обнародовать это очень известный в этом городе наркологи даже на телевидении часто выступавший он обратился ко мне с таким предложением обучите моих медсестер читать лекции в принципе мне понятно они читают эти лекции пропагандируют его клинику до верда не вопрос мне главное чтобы лекции читали и мы с ним в киеве встретились и он горит а у вас же есть реабилитация игры есть а если я туда буду направлять своих этих самых пациентов мне будет это какой-то ну как бы эти самые проценты проценты да говорю 10 процентов вы получаете как везде хорошо он говорит а какой у вас процент реабилитируем его я говорю 70 а с каких с какой ремиссии крюна всегда ха так зачем же мне это надо так они ко мне пришли прокапались поспали там ну во сне он там чудо снимал потом опять пришли через год прокапали потом опять пока не умрет он ко мне ходит а так я его потерял приятный мужчина еврейской национальности шикарным чувством юмора интеллигентный ну у меня как от получились так до сих пор соточились все отпавшие хожу ну как бы цинизм ну редкостный вот собственно и все как а теперь смотрите но как бы кому выгодно и невыгодно на херам мы нужны с этими 70 процентами понимаете да ну я думаю тут как в любом случае тема же птср это для военнослужащих это однозначно мейнстрим сегодня я имею ввиду что это важно и нужно просто в четырнадцатом году я еще подумала я тут даже не буду говорить слова как которыми это подумала поэтому в связи с этим есть необходимость каким-то образом проверить тот или иной метод и определить какой является правильным или какой является наиболее эффективным и безопасным николай я вам точно скажу это не получится быстро если у нее вот с этим вот совсем что в принципе я понимаю что это запрещенные вещества там и так далее и тому подобное но она в ну как бы она в этой среде ну как бы она человек который фармацевт признана да там я не знаю там психологи психиатры этим пользуются определенная среда мы вот тут где-то в стороночке там чуть свое делаем эффективное и господи хоть бы не трогал никто и кто-то туда попадет и слава богу ему будет хорошо вот но пока что так я просто знаю как через все это проходить если она не может пройти со своим вот этим вот через все эти барьеры то про нас вообще можно ну как бы это долго ну например программа нарканон где швеции кажется 30 лет они работали и после 30 лет работы они теперь имеют вот эту вот систему которая по страховке знаете как у них там ну то есть это присоединяется к страховкам страховая медицина то есть ты можешь попасть на нее бесплатно если у тебя страховка оплачена то есть это как государство на принято есть государство принято 30 лет швеции это как бы легализовано условно говоря швед это был в швеции в мексике в америке в этом в италии вообще нарканонов я не знаю там что 20 наверное этих сколько то на самом деле да это кажется италия маленькая я посмотрела население почти как у нас очень удивилась я не грамотная в этой биографии вот этих вещах но там очень много нарканонов и там они проходили через все это и закрывали и поклёпы и все что угодно теперь это там признано вот это вот есть тоже для меня не сильно понятные все эти вещи знаете этот сертификат и со там это вот как качество вот это она сертифицирована таким образом в америке в этом в италии там еще где-то а в канаде например вот нет ну потому что в канаде другая мейнстрим у них они легализуют все нафиг им это а дальше человек идет в клинику которая с помощью психотропных лекарств как бы лечит понимаете вот мы смотрим кому выгодно и мы как бы смотрим а выгодно опять же господи прости марина шинкарева это вспоминала в первой программе конечно сейчас все скажут фармацевты заинтересованы да добро марина спасибо но есть спасибо за то что психотерапия слишком долгая непонятно а психиатрия с лекарствами жуть жучайшая вот тут мы сошлись полностью спасибо за и за то что сошлись и за то что приехали сделали мы этот первый эфир то есть посмотрим что что это даст какие отзывы боюсь представить ну привыкла честно говоря да еще хочу сказать одну маленькую вещь вот это вот ориентация за что я люблю алексея арестовича две вещи значит ориентация на европу вот там цивилизации там все правильно мама дорогая я с ним абсолютно согласна боже деградация а знаете почему практически все население начиная с рождения и до старости это наркотики виде психотропов успокаивающих и так далее так далее и тому подобное дети которые плачут им даем это старики которые переживают им даем это легальные наркотики лекарства вот эти вот эти вот эти нелегальные наркотики там и вот это все делает деградацию определенным государством поэтому равняться на европу с их методами я бы не советовала я со своей профилактической лекцией в германии меня не пустят потому что мне скажут а что вы лишаете выбора человека это не толерантно зачем вы рассказываете по снимает спасибо за этот за этот эфир все ссылочки будут в описании еще забыла извините уже по уже уже закрыли да мы стоят больше меня друг попросил сказать но это мы уже за кадром говорим следующий раз перенесем если бы каждому человеку который водит машину его заставляют взять права и проверяют сидит ли он это самое если каждый депутат и тот кто идет туда проверяли бы шоу них с наркотиками у нас вы может быть были разумнее депутаты они хавались за колоннами все всем спасибо всем пока все будет ссылки в ссылочке в описании все лекции посмотрите там сделайте свои свои выводы пишите комментарии всем пока да и и Продолжение следует...